Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Форнаксфилм. Не думал, что придется еще раз снимать ролик на эту тему, но все же попробуем разобраться, чем отличаются обычные монотрубы от труб утепленных, труб типа сэндвич. Главная задача дымохода, естественно, отвести дымовые газы от отопительного прибора и сделать это максимально эффективно. Конечно, с этой задачей справится любая дымовая труба. Даже одна стенная. Но есть такие отопительные приборы, которые работают очень эффективно и температуру выходящих дымовых газов крайне мала. И при этом в дымоходе может образовываться конденсат. И если в дымоходе образуется конденсат, то не сгоревшие остатки топлива, выходящие вместе с дымовыми газами, естественным образом будут откладываться на внутренних стенках трубы. Чем больше будет сажи, тем менее эффективно будет работать печь. Она, скорее всего, и просто перестанет работать, и весь дым начнет валить в помещение. Что нужно сделать для того, чтобы предотвратить появление конденсата внутри дымохода? Его нужно утеплить. И это как раз задача сэндвич-труб. Внутренний контур трубы утеплен слоем утеплителя, который находится между внутренней трубой и наружней. Это могут быть различные минеральные наполнители, либо вот такие наполнительные, как вспученный вермикулит в дымоходах УМК. Зачем мы утепляем внутреннюю трубу дымохода? Казалось бы, в дымоходе и так горячие дымовые газы. Но чем выше температура внутренней трубы дымохода, тем выше точка образования росы. И, соответственно, тем меньше вероятность образования влаги на внутренней трубе дымохода. И тем меньше вероятность того, что на нее, на эту влагу, будут налипать остатки несгоревшего топлива. Утеплить внутренний контур трубы – это его основная задача. Но некоторые все-таки считают дымоход типа сэндвич пожаробезопасным. Как, например, вот в этом случае. Эти фотографии мне прислали мои хорошие знакомые, которые купили баню и с ужасом увидели эту картину. Труба вплотную примыкает к элементам перекрытия, к элементам кровли. Она практически окружена легковоспламеняющимися материалами. И в таком случае возникновение пожара – это лишь вопрос времени. Наш совет – проверяйте все за своими рабочими. Правильно ли они организовали дымоход? Соблюдаются ли противопожарные расстояния? И помните, что труба типа сэндвич – это не пожаробезопасная труба. На внешних стенках этой трубы очень высокие температуры, которые могут достигать и 200 градусов. Поэтому не используйте сэндвич в качестве пожаробезопасной трубы. Подписывайтесь на наши социальные сети. Предлагайте в них и в комментариях к этому ролику темы для будущих выпусков этой рубрики. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok